Материнская плата это основа любой системы и при ее выборе нужно быть особенно внимательным, а что еще важно, желательно заранее узнать все мифы и заблуждения, связанные с главной составляющей любого компьютера. И как вы уже могли догадаться из названия данного видео, сегодня я с вами поделюсь 14 мифами о материнских платах. Огромное количество обычных пользователей ПК и даже горе сборщиков и блогеров уверены, нагрев цепи питания до 90 градусов это критично много, однако не стоит путать сам процессор и его цепи питания. Действительно для кремниевых CPU температуры выше 90, а то и 100 градусов критичны и со временем процессор деградирует, а потом выходит из строя. Ну вот для цепей питания это совершенно неверно, так самая горячая их часть, так называемые мосфеты, имеют рабочие температуры до 150, а то и 175 градусов по Цельсию, поэтому 90 и даже 100 градусов на них конечно немало, но я бы сказал что совсем не критично. А остальные элементы питания, такие как конденсаторы и дроссели греются серьезно меньше, так что даже в тех материнках где мосфеты покрыты радиаторами, эти элементы остаются открыты. Так что даже 100 и 110 градусов на цепях питания, это не сказать что бы сильно плохо. Также многие уверены, что внутренняя периферия на платах всегда низкокачественная и ее нужно покупать отдельно. Этот миф идет чуть ли не из бородатых 90-х, когда звуковые и сетевые контроллеры на платах действительно оставляли желать лучшего. Однако сейчас это совсем не так. 99% материнских плат оснащено гигабитными LAN контроллерами от Intel или Realtek. И с учетом того, что скорости домашнего интернета в среднем на порядок ниже, никаких проблем с этим не будет. Со звуком все несколько серьезнее. Сейчас платы в основном оснащаются контроллерами от Realtek. И назвать их аудиофильскими язык просто не поворачивается. Но если вы слушаете музыку со стриминговых сервисов и играете в обычные игрушки, проблем с качеством звука у вас явно не возникнет. Зачем покупать различные дорогие материнские платы с кучей портов и радиаторов, когда имеются достаточно дешевые решения на Z370 чипсете, которые поддерживают Core i9. И вроде бы есть и перспектива апгрейда, да и мать неплохая. Конечно, желание сэкономить есть всегда. И зачастую можно взять более дешевую материнскую плату, например, без встроенного Wi-Fi или слотов M.2, что сэкономит вам пару тысяч рублей. Но, увы, дальнейшая экономия обычно начинает сказываться на схемотехнике платы. А именно, производители начинают уменьшать число фаз питания CPU до 3-4 штук вместо 6-8. Короче говоря, уменьшают настолько, насколько возможно. И вот чем же это страшно? Если раньше нужная для питания процессора энергия проходила через 6, 8 или даже 10 фаз, то теперь она будет проходить всего через 3 фазы, из-за чего нагрев существенно возрастет. Также сюда можно добавить еще и то, что на дешевых платах зачастую нет даже простейших радиаторов на цепях питания. И они спокойно могут греться до 120 градусов и больше. Что, само собой, уже достаточно далеко от нормы. В дополнение к этому начинаются различные негативные эффекты. Так, например, может сработать защита от перегрева, из-за чего снизится напряжение на процессоре, а значит и его частота, что скажется на производительности. Слабые цепи питания могут изначально не давать нужного для работы топового процессора под нагрузкой напряжения, что опять же негативно скажется на его частоте. Так что, увы, дешевые платы лучше оставить для простых процессоров. Для топовых ПК лучше брать полноразмерные платы. Наверняка данное заблуждение вы слышали не раз. И идет оно еще из начала нулевых, когда стали появляться первые компактные платы. Естественно, тогда производители пытались в погоне за размерами действительно сильно урезать функционал таких уменьшенных материнок. Но дело в том, что сейчас такого нет. Да, мини-ITX платы имеют всего лишь один PCI-Express X16 слот и не более двух слотов под оперативную память. Но все остальные параметры, включая возможность разгона и слот M.2 с поддержкой NVMe, зачастую присутствуют. Поэтому нет никаких проблем собрать топовый ПК скорой 99900K и RTX 2080 Ti в корпусе с габаритами не сильно больше консолей. В последние несколько лет различные производители стали армировать слоты PCI-Express и даже ОЗО. Оправдывая это тем, что современные топовые видеокарты зачастую имеют вес в полтора, а то и два килограмма, что может выломать слот. Однако тут важно понимать пару вещей. Во-первых, это никак не отвечает на вопрос, зачем армировать слоты оперативной памяти. Так как даже с радиатором самая тяжелая планка вряд ли весит более сотни граммов. И это точно никак не выломает пластик. Во-вторых, при ближайшем рассмотрении будет видно, что армирование слота самой платы не касается. То есть слоты все еще держатся на собственных контактах. Но здесь есть и обратная сторона. Да, однозначно в случае с оперативной памятью армированные слоты никак ни на что не влияют. Но все-таки в случае с видеокартой, под ее тяжелым весом узкая прорезь пластикового слота PCI-Express может немного расшириться, из-за чего будет теряться контакт. Армирование не даст этому произойти. Но снова же, если у вас действительно тяжелая видеокарта, следует купить специальный держатель, дабы не выломать слот из платы. Которые, кстати говоря, последнее время, в случае с действительно топовыми видяхами, стали класть в комплекте. Но все равно, так делает далеко не каждый производитель. И если вес вашей видеокарты более 1 килограмма, то уже явно стоит задуматься об усилителе. Я уверен на все 100%, что среди зрителей найдутся те люди, которые пробовали и думали над тем, чтобы поставить SODMM память, то есть мобильную или же ноутбучную, в обычную десктопную материнку с классическими DMM слотами. С виду, кажется, что это действительно бред. Просто потому, что планки между собой значительно отличаются размерами, и кажется, что физически ноутбучная оперативка просто не встанет в десктопную плату. Но вспомните про SD карты, они тоже бывают разных форматов. Однако, с помощью переходника можно взять, например, microSD и поставить ее в полноразмерный слот. После чего она абсолютно без проблем заработает. С ОЗУ все ровно точно так же. Электрический SODMM от DMM практически не отличается, так что купив соответствующий переходник, вы туда сможете поставить ноутбучную оперативку, а после вставить в настольную материнскую плату, где она без проблем заработает. Конечно, вопрос о целесообразности такого решения явно стоит себе задать, прежде чем об этом задуматься. Но если вдруг у вас валяется много ноутбучной оперативной памяти, и вы не знаете, что с ней делать, а ноутбуками толком не пользуетесь, то с помощью достаточно дешевого переходника можно проапгрейдить свой компьютер или же помочь друзьям. Следующий миф звучит так. Если на материнской плате разъем питания процессора 8 пин, то блок питания с 4 пин не подойдет. Тут следует понимать, что питание 8 пин на плате это просто 4 плюс 4 пина. И об этом как бы намекает то, что у многих блоков питания 8 пин представлены как раз таки как 4 плюс 4, которые соединены параллельно. Соответственно, если вы подключаете только 4 из 8 пинов, то материнская плата в большинстве случаев без проблем заработает. Но и тут важно знать, что не стоит при таком подключении серьезно нагружать процессор. Лишние 4 пина как раз таки созданы для того, чтобы снизить нагрев проводов от блока питания и дорожек в текстолите. Но если вы допустим купили материнскую плату и CPU, а на новый блок питания с 8 пиновым питанием на материнку просто не хватило денег, пересидеть можно и на 4 пинах. Но напомню, разгонять процессор точно не следует и в принципе такая эксплуатация не должна продлиться более пары месяцев. Чего и должно хватить, чтобы накопить на новый блок питания. Следующий миф наверняка для многих не является секретом. Имеется ввиду поддержка материнскими платами тех процессоров, которые они изначально не поддерживали. И да, действительно, в большинстве случаев оно так и работает. Если у материнки заявлена определенная поддержка, то большего ожидать не стоит. Процессор под сокет 1155 вы не поставите в 1150. И кстати говоря, именно на это в большинстве случаев ссылаются нелюбители Intel. Просто потому, что получается печально, когда грубо говоря одно-два поколения живет твой сокет, а потом появляется новый. Хотя процессоры архитектурной по производительности практически между собой не отличаются. К счастью, у AMD с этим ситуация обстоит значительно лучше. В далеком 2007 году вышел сокет AM2+, на который можно было установить даже последние, вторые, феномы и атлоны, которые выходили в 2011 году. То есть аж через 4 года. А чуть позже вышел AM3 и AM3+, у которых тоже была достаточно интересная обратная совместимость. Да, там имелось множество нюансов, но сам факт возможности, которая использовалась и в маркетинге в том числе, неплохо так повлиял на любителей компьютеров и комплектующих, разделяя их на два лагеря. Красный и синий. Притом, даже сейчас мы получаем ситуацию, когда у AMD есть AM4, который справится и с райзенами нового поколения. Хотя важно понимать, что и тут без исключений не обошлось. Не только красные имеют интересную обратную совместимость. Еще в далеком 2004 году Intel выпустили интересный сокет LGA-775, который, что характерно, жив и по сей день. Даже сейчас в некоторых магазинах можно найти новые 775-е матеря. Просто потому, что список обратной совместимости этого сокета был огромен. Начиная от четвертых пеньков и заканчивая Core Quad'ом. А что самое интересное, серверные Xeon, рассчитанные под 771-й сокет, с учетом некоторых манипуляций, без проблем становятся на 775-й. Да, нужно найти подходящую материнку, но когда ты покупаешь Proceq, грубо говоря, за 500 рублей, а у него производительность, в общем-то, неплоха, я думаю, можно заморочиться с поиском соответствующей платы. Похожая история случилась и совсем недавно, в случае с сокетами 1151 и его второй версией. Чисто физически они между собой никак не отличаются, а все отличия идут в большей степени программные. Поэтому после некоторых манипуляций с биосом, можно поставить процессоры и 8-го, и 9-го поколения на материнки, рассчитанные под 6-е и 7-е. Так что нельзя однозначно говорить о том, что на официальной поддержке сокета заканчиваются его возможности. Далее, хотелось бы отметить обновление биоса, которое по непонятной причине вызывает панический страх и представление какого-то сурового бородатого компьютерщика, который колдует с дискетами и печатает какие-то непонятные символы в командной строке. К счастью, за последние лет 5, а то и больше, это совсем не так, и обновление биоса зачастую делается проще простого. Конечно, если у вас какой-то старый компьютер, то далеко не факт, что будет все легко и просто. Но, если у вас как минимум сборка года так 11-го, 12-го, то достаточно вбить название вашей материнской платы в интернете, найти последнюю версию биоса, скачать, закинуть на флешку, а после с помощью простой процедуры через биос его обновить. Причем, в некоторых случаях это решает серьезные проблемы. Также бывают ситуации, когда без обновления биоса просто не обойтись. Например, у вас материнская плата под Skylake на Z170 чипсете, и вы с какого-нибудь i3-6100 захотите переехать на 7700K, а без обновления биоса поддержка Кобилейка просто не появится. Но даже если это все не нужно, то как минимум для общей оптимизации работы материнской платы, стоит обновлять биос, ну хотя бы раз в полгода. Следующий миф связан с идентичными слотами на материнских платах, которые в большинстве случаев людей вводят в заблуждение. Вот, например, ты купил себе плату и видишь, что имеется 3 PCI-Express слота под видеокарту, и кажется, что ее можно вставлять в каждый из них. Но если пересмотреться, то окажется, что лишь первый имеет все 16 линий, а, например, второй имеет их лишь 8, при том третий вообще 4. И получается, что даже если вы во второй слот вставите видеокарту, то работать она будет, в общем-то, в полсилы. Хотя на первый взгляд все в норме. И поэтому, если в случае с PCI-Express слотами X1, которые маленькие, и там уж точно не ошибешься, видеокарту вы туда явно не будете вставлять, то с полноразмерными слотами история совсем иная. Вполне себе можно получить ситуацию, когда вы вроде бы собрали компьютер, всем довольны, пользуетесь им несколько лет, а потом разбираете его и узнаете, что оказывается, несколько лет ваша видеокарта работала в полсилы. Поэтому, пока не поздно, разберите свой компьютер и посмотрите, куда именно вставлена видяха. Похожая история связана и с SATA. Если вы одновременно используете слот M.2 с NVMe накопителем, то один из SATA разъемов может сам по себе отключиться, так как число линий PCI-Express у чипсета ограничено. И поэтому после не нужно удивляться, что у вас может просто взять и отключиться один из жестких дисков. В таком случае нужно внимательно читать инструкцию и с умом подходить к выбору материнской платы. Следующее заблуждение связано с тем, что, например, какой-то бренд может быть однозначно лучше всех остальных. И тут можно сказать, что подобное сравнение в принципе некорректно. Нельзя однозначно сказать, что, например, материнки от Gigabyte будут лучше, чем от MSI, Asus, Asrock и остальных. Однако, всегда есть бренды, которые выпускают совершенно некачественную продукцию. Например, в ноутбуках это Digma и iRu. А в случае с десктопными материнками имеются те бренды, которые себя просто когда-то не очень хорошо показали, а сейчас они, например, делают лишь бюджетный сегмент. Это Biostar и ECS. Также есть и китайские материнки вроде Huanan и Colorful, которые, в общем-то, не так уж и плохи, но имеют свои отдельные проблемы. Хотя и без плюсов тут не обходится, ведь тот же Huanan добавляет в достаточно старые X79 материнок под сокет 2011 и M.2 слоты. И в целом занимается производством новых материнок под уже устаревший сокет. Также есть и совсем ноунейм китайские бренды, о которых вообще говорить не приходится. Но в случае с основными производителями, такими как Asus, Gigabyte, Asrock и MSI, зачастую они все стараются придерживаться одинаковой планки. И просто бывают более удачные продукты или какие-то проблемные. Поэтому просто в случае с выбором материнки нужно читать отзывы и постараться выбрать самую удачную плату вне зависимости от бренда. Наверняка вы слышали о том, что материнские платы для процессоров Intel лучше тех, что для AMD. Причина возникновения такого мифа понятна. Обычно на старте продаж с новыми процессорами AMD есть некоторые проблемы. К примеру, Ryzen был очень привередлив к оперативной памяти. И далеко не все планки могли работать хотя бы на 3 ГГц. Притом процессоры от Intel в этом плане традиционно слабее. Но в любом случае проблема тут именно софтовая. Ведь чисто технически платы одного уровня, что для процессоров от Intel, что для AMD, отличаются обычно только сокетом и чипсетом. Они даже внешне крайне схожи. И обычный обыватель просто-напросто не сможет определить, где какая плата. Есть одно достаточно странное заблуждение, которое почему-то живо и по сей день, касательно небольших материнок, которые якобы нельзя ставить в большие корпуса. К примеру, Mini ATX нет смысла ставить Full Tower или даже Mid Tower. Это снова же достаточно старый миф, наверное, еще начало 2000-х, когда только стали появляться компактные платы, и в корпусах банально не было для них креплений. К счастью, сейчас таких проблем не наблюдается. И даже если вам понравится какая-то компактная плата, нет смысла под нее выбирать какой-то специфичный корпус. Достаточно купить самый дешевый за тысячу-полторы рублей и радоваться жизни. Ну а последним я бы хотел отметить достаточно странный миф касательно вынимания батарейки биоса при любой манипуляции с материнской платой. Да, вы не поверите, но есть достаточно большое количество людей, которые решают, что даже если вы добавляете новую планку оперативной памяти, то нужно вначале вынуть батарейку биоса, подождать какое-то время, потом уже вставить планку и только после этого вернуть обратно батарейку. Да, звучит как бред, но я лично сталкивался с такими людьми. И поэтому знайте, достаточно обесточить материнскую плату, выключив блок питания или выдернув шнур из розетки. После чего можно проводить любые манипуляции. На этом сегодняшний миф и заканчивается, но поверьте, это далеко не все, о чем мы вам еще расскажем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь мыслями в комментариях, а также жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok